Я горжусь своим прадедом Фильченковым Алексеем Яковлевичем. Он участвовал непосредственно в Великой Отечественной войне. Историей о нем мы просто собирали все по крупицам. Родился он в начале прошлого века. Когда объявили о начале Второй мировой войны, ему пришла повестка. Больше о нем ничего не было известно. Мы долгое время не знали, моя семья, мой отец, сестры, отца. Не знали, где он, что с ним. Известно было только то, что он под Смоленском. Он погиб. Как он погиб, вследствие чего это было, это было непонятно. Долгое время мои родственники пытались собрать это по крупицам. Но только в 2000-х годах моему отцу через сайт Минобороны удалось эту информацию узнать. Оказалось, что он был, находился в концлагере. Прадед умер от острой дистрофии в концлагере Аушвиц, это с Венцом. Когда представляешь, мурашки по коже. Самый жестокий, жесточайший просто лагерь, где мучили людей. И вообще, на самом деле, страшно предположить, что могло быть там. Не кормили, сжигали. То есть, мучили как только могли. И те опыты, которые, ну, до меня дошли опять-таки из фильмов, которые я смотрела об этом лагере, вообще о Второй мировой войне. Ну, просто волосы дымом. Понимая, что где-то, когда-то твой родственник, пускай и прадед, то есть не ближайший, там, не отец, не брат, но тем не менее, это твой род. Вот переживал, но не пережил, к сожалению. Страшно. Дедушка был женат. У него было трое детей, две старшие сестры и младший сын. Вот это мой отец. Вот это то, что мы знаем, то, что до нас дошло. Мы помним его, мы любим его. И, конечно, хочется больше информации. Поэтому очень важно помнить, знать свой род и помнить, откуда ты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!